Продолжаем держать вас в курсе происходящего. Меня зовут Алмаз Ашим. Добрый день. Открытую форму туберкулеза выявили у педагога в Шимкенте. С учителем начальных классов контактировали 77 учеников и более 100 сотрудников коллектива школы. Они все пройдут профосмотр. По рекомендации санврачей надо сделать флюорографию, получить вакцину. В самой школе провели дезинфекцию. Учебный процесс продолжается в обычном режиме. Заболевший педагог получает лечение. Детям будет сделана проба МАНТУ. Взрослые пройдут флюорографию и будут регулярно проверяться, чтобы заболевание не развивалось. Это не страшная ситуация. Сейчас медикаментов для лечения туберкулеза достаточно. Эта болезнь излечима и не передается по наследству. Футбольные ворота упали на 16-летнего подростка в Кустанае. Это случилось на одной из спортивных площадок. Само поле сравнительно новое. Его три года назад запустили. По словам очевидцев, ворота не были закреплены, а дети там продолжают играть. Пострадавший подросток находится в реанимации детской областной больницы. У него диагностирован разрыв 12-перстной кишки. Это очень опасная травма, врачи говорят, поскольку вытекающая желчь другие органы повреждает. Юноша поступил в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели экстренную операцию. Он сразу был переведен в реанимационное отделение. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких. На следующий день у ребенка состояние стабилизировалось. На сегодняшний день он уже отлучен от аппарата искусственной вентиляции. Ребенок в сознании, отвечает на вопросы, даже рассказывает обстоятельства травмы, дышит сам. Вот поэтому на сегодняшний день состояние его стабилизировано с некоторой положительной динамикой. Деньги инвалидов и пенсионеров присваивали в соцучреждении области Улы-Тау. Общая сумма хищений составила 12 миллионов тенге. Об этом в агентстве по финмониторингу сообщили. Проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество». Подозреваемая – это руководитель организации – находится в изоляторе временного содержания. И есть информация, что при обыске у фигурантов дела изъяли банковские карты, документы пенсионеров и почти 800 тысяч тенге. В связи с воспрепятствованием объективному и всестороннему расследованию, а также попыткам сокрытия и уничтожения следов преступления, руководитель данного учреждения задержан и во дворина в изолятор временного содержания. Судом санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Напомним, ранее департаментом АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Камкор пресечен факт хищения средств постояльцев дома престарелых города Абай, где на содержании находится 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров. Почти 2 миллиарда тенге возместило государство незаконно осужденным казахстанцам. Это цифры за последние три года. По данным экспертов, суды ежегодно оправдывают менее 2% граждан. Это мало, если сравнивать со странами развитыми. Более того, доказать свою невиновность часто удается только спустя годы. И в этой связи в Казахстане предлагают ввести персональную ответственность не только для следователей, прокуроров, но и для судей. Об этом Гульнара Ерманова подробно. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшие смерть пациентки, врача-терапевта Майру Осмогиеву приговорили годы тюрьмы. В далеком 2011-м она заменяла временно отсутствующую коллегу. Принимала 12-летнюю девочку с жалобами на першение и боль в горле. Состояние было удовлетворительное, поэтому она выписала ей справку о выздоровлении. На следующий день пациентка внезапно скончалась при странных обстоятельствах. Судмедэксперт, я считаю, умышленно, скрывая телесные повреждения, сделала некачественную экспертизу. В результате она неправильно определила причину смерти девочки. И на основании этой некачественной экспертизы, которая была признана комиссией, меня осудили. В 2015 году было возбуждено уголовное дело в отношении эксперта по факту ложного заключения. Была проведена большая экспертиза комиссионная. И по результатам экспертизы было доказано некачественность экспертизы. Но почему-то антикоррупционная служба города Астаны прекратила уголовное дело со ссылкой на то, что у эксперта не было помысл дать ложное заключение. Она просто ошиблась выводом. Я 12 лет боролась за свое честное имя. И только спустя почти 10 лет врачу удалось добиться пересмотра судебного решения. В итоге приговор отменили. Ее полностью оправдали. Женщине, можно сказать, повезло. По статистике, меньше 2% казахстанцев выигрывают в суде. В 2020 году в стране оправдали всего 469 человек. Годом позже еще меньше, 413. Это чуть больше 1% от общего числа судебных приговоров, не считая обжалованных дел. В прошлом году признали невиновными 400 человек. Лишь немногие получили компенсацию за незаконное уголовное преследование. Почти 2 миллиарда тенге выплатили казахстанцам за последние три года. За это же время прокурорам вернули на дорасследование свыше полутора тысяч уголовных дел. В генпрокуратуре признали свою вину частично. В письменном ответе у них фигурирует цифра 1377. Столько дел прокуроры отправили в суды с существенными нарушениями. Каждый факт возвращения судом уголовных дел на дополнительное расследование и вынесение частных постановлений на низкое качество надзора рассматривается на оперативных совещаниях с решением вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. О том, что нередко предварительное расследование ведут, мягко говоря, некачественно подтверждают и депутаты. Часто в суды поступают дела без каких-либо доказательств. Зачастую что мы видим? О том, что в ходе следствия следователям, под назором прокурора, не было добыто веских доказательств виновности подсудимого для того, чтобы была уверенность о том, что неопровержимые доказательства вины доказаны в ходе следствия. И не только показаниями подсудимого, обвиняемого, но и доказательствами вещественными. Ответственность должна быть и законодательно закреплена, наверное, ответственность и участников процессов в лице следователя, прокурора. Эксперты считают, судебную систему давно необходимо обновить, а кадровый состав как минимум омолодить. Судьи, те, которые сейчас на данный момент работают, очень много из них, те, которые были назначены судьями в 90-е годы, и те, кто еще с советского времени оставался работать, у тех, кто назначен в 90-е годы, у них учителя были, соответственно, те, кто был судьями в советский период. И отсюда исходит вот эта закоснелость судебной системы, когда судьи так и продолжают полагать, что вместе с обвинением они идут в ногу, вместе с обвинением они делают одно дело. Более того, не все судьи внутренне готовы к состязательным, то есть демократичным процессам, считает адвокат. Это когда следователи делают свою работу, а адвокаты – свою. Только потом все собранные доказательства стороны представляют в суд. Пути решения – это обновление, прежде всего, судебного корпуса. Это самое основное. Сейчас многие говорят, ну, кто-то называет это люстрация полностью, значит, замена ныне работающих судей на совсем новых судей. Кардинально. Сейчас мы видим подвижки со стороны высшего судебного совета, когда привлекаются все новые и новые специалисты. Может быть, и не кардинально прям обновлять судебную систему, но кадры в судебной системе должны быть обновлены. Со следующего года избирать председателя районных судов будет сам коллектив. И не на пять лет, а на три года. Чтобы они засиживались и не было коррупционного соблазна. Пока эта реформа не коснется областные инстанции. В целом, в Казахстане пока не придумали, как призвать наших слушателей Фемиды к персональной ответственности. Здесь нужен научный подход, чтобы, так скажем, не наломать дров, объективно подойти. Завтра, чтобы не получилось так, что, может быть, субъективно кто-то указал на грубое, а на самом деле оно не грубое. Здесь маленький нюанс. У нас, к сожалению, люди считают, что если приговор отменен или решение отменено, значит, судью надо сразу увольнять. Но так не всегда бывает. Отмена отмене рознь. Грубое это, когда человек из черного делает белое, из белого делает черное. Здесь, поэтому, такое оценочное осуждение, которое требует доработки. Сейчас оно у нас находится в разработке. Когда соответствующие поправки появятся в законе, сказать сложно. Пока же судейскому сообществу удалось добиться финансовой независимости от правительства. Теперь они самостоятельно решают, как распределить выделенные средства, а значит, не будут испытывать давление со стороны заинтересованных государственных органов. Гульнара Ерманова, Артур Горешников, Наурсбай Курмангазе, Диаско Владбаев, Хабар, 24. Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел двусторонние встречи с главами парламентов Армении, Азербайджана, Кыргызстана в Санкт-Петербурге. Там продолжается весенняя сессия межпарламентской ассамблеи СНГ. В ходе беседы с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном стороны обсудили вопросы многостороннего сотрудничества. Кроме того, определили план совместных проектов и обменялись предложениями по модернизации в законодательной сфере. Собеседники отметили динамичное развитие взаимоотношений двух стран по всем направлениям, сложившимся за 30 лет установления дипломатических отношений. На встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой Маулен Ашимбаев высоко оценил стратегическое партнерство и всеобъемлющий характер отношений двух братских народов. По его словам, основная заслуга в том, в этом принадлежит президентам двух стран встреч, в которых состоялось недавно в Астане. Во время переговоров с председателем Жогар-Гукинеша Кыргызстана Нурлан-Бетгам Шакиевым, спикер Сената нашей страны детально остановился на перспективах дальнейшего усиления межрегионального взаимодействия. Стороны отметили эффективность совместных планов и выразили заинтересованность в наращивании политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между странами. Эфир продолжит дневная смена. Каиржан Смогулов вместе с экспертами обсудит деятельность Конституционного суда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова